Вот эти деревянные вырезы, они должны быть круглыми. Но в нашем случае мы делали их квадратными, так как нам было бы это тяжелее. То есть мы сами это своими руками делали. Всем классно. Некогда крестьянам он заменял утюг. Ребристые пластины растирали не до конца высохшее белье. Но в руках школьников рубель зазвучал музыкальными ритмами. На фестивальной площадке они представили ремесленную мастерскую, первую в Симбирской губернии. А вот ребята из Корсунского района гостей приглашают к русской печке. Мы хотим представить сказку, как люди раньше справляли новоселье. Ну сейчас пришел просто, зашел, сел, ничего не знаешь, где что находится. А раньше можно было пройти там. То есть хозяева рассказывали, что где стоит, что в доме является главным местом. Пока одни по архивным документам воссоздавали быт народов Симбирской губернии, другие мастерили кукол. Тоже в народных традициях. Соломенную стригушку мастерили, как древнейший чувашский оберег. За советом, правда, пошли не в местный музей, а к соседке, бабе Нине. Она сказала, что надо намочить солому, чтобы она легче гнулась и не ломалась. Она в детстве с подружками очень любила делать этих кукол. И любили их очень наряжать. Они наряжали их платьица и повязывали им на голову платочек. Это кукла-оберег, которая делается из соломы. Ее можно повесить на пороге или над кроваткой ребенка. Она будет защищать это от нечистых сил. Впервые на фестивальной площадке разыгрывают даже национальные игры. Знания и истории родного края жюри оценивает в пяти номинациях. Участвуют 120 школьников со всей области. В связи с тем, что погода нас не радовала ни сегодня, ни летом, нам пришлось перенести этот фестиваль вот сюда, в камеральные условия. Сюда приехали лучшие этнографы, детки, которые занимаются с первого класса этнографией. И нас радует, что именно здесь, в городе, количество участников у нас резко увеличилось за счет участия наших городских школ. Результаты поисковых работ по итогам каждого фестиваля пополняют уже музейные коллекции. В области этнографические экспозиции представляют на 23 площадках. А сами исследователи будут защищать честь региона уже на всероссийских краеведческих конкурсах. Кристина Агафонова и Герман Баранов. Вести. Ульяновск.